Цезарь, если говорить о русских формированиях, прежде всего о Легионе Свободы России за этот 2023 год, вообще какие можно итоги подвести, какой результат был достигнут участием в войне как частью ВСУ Легиона Свободы России? Давайте об этом начнем. Для начала, Марк Захарович, я хочу вспомнить нашу с вами последнюю встречу, поблагодарить вас за нее, братья-легионеры очень были рады с вами пообщаться, это уже не в первый раз, для них очень интересной была эта беседа, и отдельно вам передают приветы наш старшина, который является вашим горячим поклонником. И Винни, который вас сопровождал, с которым вы хорошо знакомы, он тоже передавал вам привет. И наметчик. Мы с ним вместе воевали, я вам для того, чтобы разбавить сухую статистику примерами из жизни, расскажу одну историю, которая с нами приключилась на фронте, но чуть позже. Хорошо. Значит, Легион за год прошел трудный боевой путь, он прошел, Легион прошел путь от добровольческого формирования к структурированному воинскому подразделению. За год он вырос численно, приобрел боевой опыт. В структуре Легиона появились новые подразделения и службы. Совершенно полностью изменился центр комплектования Легиона. Совершенно по-другому сейчас проводится рекрутинг в Легион. Для этого не нужно скачивать какие-то формы, заполнять их потом. Все это находится онлайн, заполняется онлайн. Информация хранится на защищенных серверах. И после подачи заявки в течение недели с добровольцами связываются рекруты Легиона. Хочу сказать, что Легион в этом году сражался на двух основных направлениях. Это Бахмутско-Торецкое направление и Харьковское, в частности, на Купинском направлении. Во второй половине года Легион совершил свыше 20 операций на территории России. Большинство из которых до сих пор покрыты тайной. Но есть три операции, которые получили публичную огласку. Это совместный с РДК два рейда в Грайворон и Новую Товолжанку. И две наших последних операции в Тереблино. Я хочу перейти к цифрам и подвести итог боевой работы Легиона за год. На Бахмутско-Торецком направлении было уничтожено потери противника. Безвозвратные 181 человек, раненые 338 человек. Уничтожено 17 единиц техники, артиллерийской техники. САУ-2С1 Гвоздика 2 единицы. Противотанковая пушка МТ-12 Трапира 1 единица. 120-мм миномет 11 единиц. Это практически две батареи. Миномет 2Б9 Василек 1 единица. ПТРК Фагот 1 единица. АГС 1 единица. Повреждено 12 единиц. Пушка 2А-36 Гиацинт 1 единица. Противотанковая пушка МТ-12 Трапира 4 единицы. Практически батарея. Так, продолжаем. 120-мм... Да, Марк? Меня слышно хорошо? Слушаем, слушаем. Идет в эфир, все нормально. Да. 120-мм минометов 2 повреждено. 82-мм минометов 1. Повреждена 122-мм гаубица Д-31. САУ-2С5 Гиацинт С 1 единица. САУ-2С1 Гвоздика 1 единица. САУ-2С3 Акация 1 единица. Уничтожена бронетанковая техника 7 единиц. Из них боевая бронированная машина 1 единица. БТР 1 единица. БМП 3 единицы. Танки Т-72 2 единицы. Повреждено 22 единицы. Т-72 4 штуки. БМП 10 единиц. БТР 1 единица. Боевые бронированные машины 7 единиц. Повреждена и уничтожена транспортная и инженерная техника. Инженерная техника 1 единица. Уничтожено 22 единицы автомобильной техники. Повреждено 26 единиц автомобильной техники. Уничтожены 7 складов с боеприпасами. 1 продуктовый склад. 2 блиндажа. Место расположения личного состава 1. Огневых позиций 4. 2 укрытия. 2 антидроновых ружья. 3 антидроновых комплекса. Генератор. И много чего другого. Теперь по, скажем так, Купинскому направлению, где мы действовать начали совсем недавно. Повреждено 19 автомобилей. 4 автомобиля уничтожено. 39 человек ранено. 11 убито. Уничтожена электроподстанция. 2 вышки сотовой связи. 1 комплекс визуального наблюдения Муром. И 1 камера наблюдения. Это результат работы нашего легиона на фронте. Конкретно в цифрах. То есть, чтобы было бы все ясно и понятно. Помимо этого, наш легион состоит как бы един в трех лицах и состоит из трех частей. У нас есть движение «Свобода России». Это движение гражданских активистов как внутри России, так и за ее пределами. Они занимаются общественно-просветительской работой, устраивают антивоенные акции внутри России и за ее пределами. Распространяют информацию о легионе и поддерживают нас финансово. Мы перешли к новому этапу. И сейчас у нас создана платформа, создан новый сайт легиона и создан чат движения, где наши единомышленники могут объединиться, скажем так, пообщаться и представить свое видение будущей России. Третье крыло нашего легиона – это сопротивление, которое находится внутри России. Оно ведет активную партизанскую борьбу, ведет рельсовую войну, ведет борьбу против, скажем так, военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры. Марк, хочу вкратце озвучить результаты работы нашего храброго сопротивления. Так. Наше сопротивление уничтожило 10 железнодорожных трансформаторов, 1 электростанцию, 2 железнодорожных пути, 1 тепловоз и 19 железнодорожных вагонов, 275 систем сигнализации, централизации и блокировки, 7 железнодорожных тяговых подстанций, 9 локомотивов, 3 железнодорожных цистерны с горюче-смазочным материалом, 3 электрощитовых привоинских частях, 2 самолета, топливозаправщик, 2 грузовых автомобиля, 2 военкомата, помещение суда, 14 башен военной связи и много другого. Вот такой вкратце итог борьбы легиона и сопротивления внутри России. Мы прекрасно понимаем, что масштабы нашей борьбы будут расти. Это вкратце, это преамбулы, это итоги нашей борьбы за год, скажем так, видимые и исчисляемые. Ну, наверное, у вас, конечно, есть какие-то вопросы. Да, я понимаю, о численности легиона говорить нельзя, это является информацией закрытой, но, тем не менее, сейчас это сотни людей, я правильно понимаю? Вспорядок, Марк Захарович, вспорядок. Вот вопрос такой, и я его слышу от многих, так сказать, его задают периодически и так далее. Радикально увеличить численность, в принципе, представляется возможным легионом, ну, то есть, чтобы счет шел на тысячи. И как это сделать? Простой вопрос. Марк Захарович, Легион готов к этому. Мы, как структура с материально-техническим обеспечением, грамотным инструкторским составом, мы готовы принять в свои ряды сотни и тысячи добровольцев. Вопрос только в этих добровольцах. Вопрос в том, когда же граждане России за рубежом, когда граждане России, которые находятся в Украине, я хочу им задать этот вопрос, их больше ста тысяч человек. Именно россиян? Чего они ждут? Именно граждан России, да. Чего они ждут? Они ждут, когда враг придет в их дом? Их всех посадят, однозначно. Ну, независимо, даже имели отношения, не имели. Просто лагеря пополнятся. Ну, так, значит, проблема все-таки в людях. Нету такого фильтра, что есть барьер некий. Потому что принято считать, что вооруженное командование, ну, командование ВСУ, в общем, неохотно соглашается на радикальное увеличение русских подразделений, потому что им надо заниматься просто. Это надо, так сказать, действительно и материально-технические вопросы, и вопросы, ну, фильтрации, и вопросы контроля, чтобы не оказывалось людей там из спецслужб российских и так далее. И вроде как, ну, не до того, вот такое принято мнение, я услышал в Киеве и так далее, что, ну, вот, нет сил, нет возможностей. Это не так? Марш Захарович, я как человек, который знает каждого легионера, историю каждого нашего бойца, я вам могу сказать, что это не так. Мы в данном случае имеем дело с синдромом выученной беспомощности россиян, с синдромом людей, которые хотят, чтобы их судьбу за них решил кто-то другой. У нас есть все возможности проверить, отобрать и подготовить большое количество воинов. Ясно. Можно ли говорить о потерях, которые за эти 20, там, почти скоро 3 месяца войны, там, ну, с момента создания легиона, это единицы, это десятки, это вот в каких количествах исчисляется, чтобы, ну, война есть война, тут уж, как говорится, вот что можно сказать. Марк, я вам сейчас скажу, положа руку на сердце. Я не озвучу вам точную цифру. Я понимаю. Да, вот, мы потеряли убитыми и ранеными не больше дюжин. И пускай в это не верят в Кремле, что мы отправили к Кобзону целый батальон, а потеряли отделение, но это так. Мы умеем работать эффективно. Ну, это важно, потому что, ну, понятно, если ты подписываешься, если ты идешь, то вероятность гибели, она, безусловно, есть. И тут уж нужно спокойно относиться к этому, потому что, ну, без риска ничего не бывает. Вот, если люди идейные найдутся, они найдут и, возможно, для себя, в общем, такое допущение сделать. Что уж теперь, если вы идете, подписываетесь на такое, то должны быть готовыми и к этому. Мы, кстати, в описании к этому видео официальный сайт, официальный телеграм-канал «Регион Свобода России», ссылки разместим, чтобы вы не попадали на какие-то фейковые, которые постят спецслужбы российские для того, чтобы улавливать, особенно людей из регионов российских, которые по легковерности, не проверяя, начинают писать, а потом к ним приходят. Поэтому мы разместим все только официальные ссылки на официальные ресурсы «Легиона Свобода России». Тогда такой вопрос, все-таки с инфильтрацией. Вот за это время, за эти месяцы много ли было выявлено уже на территории Украины, уже из прибывших добровольцев, какое-то преизвестное количество агентуры, которых направляли специально? Есть такая какая-то? Да, нет. Мы даже не говорим о цифрах, нам просто понять хочется, были ли агентурные агенты, которых направляли именно в «Легион». Марк, конечно же, были. Они были выявлены и отфильтрованы. «Легиону» особо пристальное внимание военно-политического руководства Российской Федерации. Они прекрасно понимают, что мы главным противником, потому что мы не просто воинское подразделение, мы ясно декларируем политические цели. Смену режима единственное реально возможным вооруженным путем. Ну хорошо, вот тогда следующий вопрос относительно вот уже в продолжение. Вот эти операции в Белгородской области, прежде всего там, потому что они очень широко освещались, про них много говорилось. Ну и в Товолжанке, Гайворон и так далее. Вот что они дали в понимании того, что происходит внутри вооруженных сил Российской Федерации, с границей. Я понимаю, что эта ситуация изменилась. Сейчас они укрепили эту границу и так далее. Но возникло ли ощущение, что в принципе такой рейд может быть успешным вплоть до Белгорода? Что есть при наличии количественного, достаточного количества сил средств, можно занять вообще говоря один из субъектов Российской Федерации. Ну приграничных, понятно. Вот такое понимание возникло. Что может быть еще что-то? Чтобы люди у нас смотрят, они тоже хотят понять, как это все может работать. Потому что неверие, оно вот при этой выученной беспомощности, оно же порождает страхи какие-то и так далее. А как это так? Это какой-то Белгород займут. А вот как это до Москвы дойдут и так далее. Вот что выяснилось в ходе этих операций? Марк Захарович, выяснилось главное. До сих пор российская военная система не способна быстро реагировать на вызовы. Потому что в войсках отсутствует инициатива. Она не может быть в системе, в которой нужны послушные рабы. Единственный, кто немножко выделялся из системы, это Пригожий. Но и того мужества не хватило пойти до конца. А, сейчас мы об этом поговорим, да. Остальные это просто винтики машины. И для того, чтобы скрыть свой позор без инициативности, стали выходить ролики, где целый Лапин, ну, целый, в смысле, целый генерал и физически целый. Полковник. Да, с конечностями целыми. Ведет в бой отделение и БМП. Ну, это он для этого снял. Он же никуда не ходил. Это же позорище, да. Так объяснять простому обывателю, что теперь прорыв будет ликвидирован. У нас Раслапин на белом коне с шашкой и всех повел в атаку. Если бы сил и средств у нас было больше, примерно в 3-5 раз, мы бы дошли до Белгорода к тому моменту, пока российские войска начали, скажем так, вообще реагировать на ситуацию. Так, теперь в контексте этого поговорим о Пригожий. Потому что он уже мертв, но тем не менее, мы не знаем, дело живет его, не живет, но в любом случае это представляет необходимую ценность поговорить о происходящем в этом уходящем 23-м году событии 23-24 июня. Когда, собственно говоря, вдруг возникла ситуация военного мятежа по существу, да, значит, с военными действиями, там, были убиты, были ранены, там, якобы 20 человек погибших, военнослужащих российской армии, которые то ли на вертолетах, то ли на самолете были подбиты. Ну, говорят, даже больше, но, опять же, не так существенно больше. Кого-то убили там по ходу, двигаясь от Воронежа, в сторону Воронежа, ну, не знаю, правды нет, все покрыто мраком. Все-таки Пригожин каким-то образом, можно сейчас уже сказать, коммуницировал с украинской стороной и, в частности, с Легионом, может быть, может, с РДК. Вот есть такая информация, что он действительно как-то пытался согласовывать свои действия на дистанции с какими-то из украинских структур. Есть понимание такое или нет? Однозначно нет, однозначно нет. Но, скажем так, у меня есть уверенность о том, что военно-политическое руководство Украины знало о его планах. Я думаю, что это было, да. Я думаю, что военно-политическое руководство Украины знает о многих планах, о многих тайнах Кремля. Я хочу сказать, что даже у Легиона есть люди, которые сообщают нам информацию из силовых структур, из коридоров власти. Это наши сторонники, которые понимают, что будущего с Путиным нет. И что чем быстрее они свалят в режим вместе с нами, тем лучше. Ну, то есть это и военные, это и спецслужбы, это чиновники, это вот какие люди? Пусть на любых уровнях, на самых низких, на средних, неважно. Это люди из всех институтов, скажем так, государства. Ну, а они вот сообщают информацию, они идейно как-то к этому подходят? Или они на всякий случай? Такое часто бывает. Я вот сейчас где-то что-то сообщу, там где-то как-то, а потом вдруг что случилось? А я скажу, а я вот, смотрите, я сотрудничал с Легионом, передавал информацию. Можно судить о том, я почему задаю этот вопрос? Никто не понимает, внутри власти, внутри российской власти есть какая-то фронта, есть люди, которые, ну, как бы понимают всю эту тупиковость и могут из идейных или иных соображений выступить против Путина, как-то координировать действия. Это главный вопрос. Мне его везде задают, всем его задают. Что происходит в российской власти? Может, мы поймем через это вот все? Марк Захарович, Легион сейчас похож на прекрасного, умного, красивого, но бедного жениха из небогатой семьи. И за него замуж выйдет только та девушка, которая полюбит его таким, какой он есть. Ни за папины миллионы, ни за положение в обществе. Сейчас люди, которые выбирают Легион в своем сердце, они как раз-таки по-настоящему любят Россию. Они понимают, что Легион это свобода, что Легион это будущее России. И они работают сейчас не из-за шкурного интереса, не из-за попытки, скажем так, создать себе запасной плод какой-то. Они работают с нами потому, что они понимают, что Путин это могила, а Легион это возрождение. Хорошо. Нас сейчас около 14 тысяч смотрят. Просьба большая к зрителям. У нас сегодня чуть пораньше пришлось на час до эфира с Андреем Андреевичем, обычным повторником пьянковским. Поэтому большая просьба, во-первых, нашим зрителям разместить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, потому что... Либо проверьте свою подписку. У нас продолжается ситуация, при которой YouTube почему-то его алгоритмы, значит, отписывают реально подписанных людей. Но это не катастрофично происходит. Но мы сейчас с ними припираемся. По этому поводу они и сами ничего толком объяснить не могут. Но, в общем, это происходит. Какие-то журналы им не нравятся, аккаунты и так далее. Поэтому вы просто проверьте. Потому что у меня вся почта забита канала сообщениями о том, что, значит, вот меня почему-то отписали. Я вот ничего не делал. Вы мне сказали, я посмотрел, а оказывается, я отписан. И у меня нет колокольчиков, мне не приходит уведомление новых эфиров. Поэтому, если вы вдруг обнаружите, что вы отписаны, пожалуйста, подпишитесь снова. Ну, а если еще не подписались, то подпишитесь тоже для того, чтобы получать уведомления и смотреть эфиры уже как подписчик канала. Тогда вот пойдем по такому пути. Вот сейчас много чего говорится о том, что контрнаступление украинское, которое началось летом, оно не добилось тех целей, не решило тех задач, на которые делался план, расчет. Ну, возможно, это действительно так. Неразрезанные фронты южные и восточные и так далее. Тем не менее, ну, скажем так, ситуация на фронте не выглядит такой, чтобы давало основания говорить, что все пропало, значит, ничего не вышло. Сейчас уже Россия перейдет в свое уже очередь в наступление и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вопрос заключается в следующем. На взгляд Легиона, как кажется Легиона, какая сейчас ситуация на фронте? Потому что вот сейчас показали министра обороны Шойгу, он бодро отчитывается о Маринке, которая занята штурмовыми подразделениями вооруженных сил Российской Федерации. Но те, кто знают Маринку, я не знаю, были, ну, какие-то военнослужащие Легионы там служили, находились в зоне боевых действий, на зоне боевых соприкосновений, ну, там же ничего нет, это же вообще уже чистое место. Они отчитываются о населенном пункте, в общем, Маличенко, как о каком-то невероятном достижении. Вот люди хотят понять, особенно те, кто нас из России смотрит, потому что Украина, может, понимание-то есть, а для русского человека вообще нет понимания. Он не понимает, что Маринка говорит, про нее министр, говорит, отчитывается президенту Путину, диктатору. Значит, как, что это вообще, и что там с Авдеевкой, и что с другими, насколько ключевыми являются эти населенные пункты в ведении боевых действий и так далее. Об этом вы говорите, хорошо? Макс Захарович, мне вообще хотелось бы, скажем так, обсудить ситуацию на 2024 год и в политическом плане, и в идеологическом. Не знаю, позволит ли нам формат этой передачи. Может быть, придется, да, может быть, еще сделаем какой-то эфир с вами, по вашей возможности. Значит, смотрите, наступление здорового человека, да, назовем его так, ведется темпами среднесуточными по 25-30 км в сутки, когда проводится нормальная глубокая операция. Если вы разделите территорию, скажем так, глубину продвижения российских войск от Донецка до передовых рубежей и разделите их на 700 метров, то оно будет исчисляться, наверное, несколькими метрами в сутки. Ценой тысяч и тысяч погибших, сотен единиц уничтоженной техники. Путин ведет войну по лекалам Советского Союза. Сейчас Российская Федерация, она катится обратно в совок. Во всех смыслах, я думаю, вы это заметили. Опять-таки, то, что у нас сейчас получается, это, во-первых, новогодний штурм. К Новому году надо под бутербродик с заменителем икры и, значит, недорогое шампанское российскому обывателю объяснить, что вот, есть такой результат, взяли Марьинку к Новому году. Дальше будет очередная, скажем так, я даже не знаю, как назвать этот шабаш, да, попытка легитимизировать Путина выборы в марте. Соответственно, под эту дату ему тоже нужно обозначить какой-то военный успех. Дальше. Если Путин попытается сесть за стол переговоров, а мы не исключаем, что он может попытаться это сделать, то он должен пытаться сделать это с позиции сильного. Правильно? Пока у него еще есть железо, пока у него есть фарш для превращения в трупы. Пока еще есть такой ресурс. Но мы не питаем панических настроений. Мы прекрасно понимаем, что сейчас мы должны стать позиционной обороной. Сейчас мы должны выбивать врага. Но мы прекрасно понимаем, что ресурс противника, он не бесконечный. И если есть отдельные системы вооружения, по которым можно быстро наращивать производство, например, из палок и органических удобрений делать дроны, да, или ракеты, то, например, с артиллерией или бронетехниками такие фокусы не пройдут. Воронения пытаются ставить в строй и направляют на фронт. И мы прекрасно понимаем, что полтора, два, два с половиной года такой войны, и ставить в строй будет нечего. А темпы производства, они далеки от тех, о которых мечтает Путин. Он себя очень любит со Сталином сравнивать, но он далеко не Сталин. При Сталине СССР давал две тысячи танков в месяц, а не пятнадцать или двадцать сейчас, работая в три сны. Ну да, это уж точно. То есть, таким образом, вот ситуация позиционной обороны, то есть создание линии обороны уже со стороны Украины, защищая те восемьдесят процентов территории, это насколько продолжительным может быть положение этого равновесия такого военного? Весь двадцать четвертый год, то есть это обрекает на то, что новое контрнаступление будет предпринять сложно со стороны ВСУ. Вот здесь как оценить? Марк Захарович, если раньше, когда война не перешла в затяжную позиционную фазу, мы могли рассчитывать на сценарий военная победа Украины-слом путинского режима, то мы сейчас, как мичуринцы, помните, что говорил Мичурин, наша задача не ждать милости от природы, взять у нее наша задача. Вот мы теперь, как пионеры-мичуринцы, не ждем милости от Путина, мы будем шатать режим. И несмотря на то, что сейчас в России ужесточаются репрессии, что граждан лишают свободы, что закрывают границы, мы обещаем гражданам, граница с Украиной будет открыта, и ее двери будут открываться в Россию все чаще и шире. Около 16 тысяч нас прямо сейчас смотрят в эфире, и около 7,5 тысяч поставили свои лайки. Спасибо всем, кто сегодня с нами в этот вторник. Мы 32 минуты в эфире, но мы еще продолжим. Все-таки еще один аспект, который следует обсудить в 2024 году. Вопрос заключается в действиях на территории самой России. Мы сказали, что это несколько этажей работы, которые осуществляет регион «Свобода России», есть движение «Легионы свободы России», «Свобода России», есть подполье, резистенция, выразимся так, это оперативные действия, разного рода диверсионные действия, которые осуществляют сторонники «Легиона», подпольщики регионов и так далее. Ну, как правильно назвать? Вопрос и о попытках проведения больших операций. Мы сейчас сказали, что двери будут открыты. Это связано только с территорией Украины, с точки зрения границы. Потому что я обсуждал идею такого русского Тайваня, оторвать какой-то кусок, причем не обязательно, что это в Белгородчинке, Брянщинке или Ростовской области. Можно ли допустить, что даже внутри России, где-то даже не в границах с Украиной, может возникнуть некий очаг, теоретически чисто, конечно, я же не говорю к практической стороне сразу, очаг вот такого там «Легиона» или сопротивления, который может вообще иметь перспективу, может быть поддержан «Легионом» Украины, в конце концов поддержан, а почему нет? Или это мало вероятнее, в Калининградской области. Ну, Брянщинка. «Легион» проводят только добровольцы российские, «Легион» проводит свои операции, защищая Украину на территории Украины, но на территории России мы действуем и будем действовать самостоятельно. То, что свободная земля от Путина, от его тирании, может появиться в любой части Российской Федерации, такая вероятность есть, и она вполне возможна. Не может огромный репрессивный аппарат и армия силовиков, которые часто свою работу выполняют для галочки, контролировать все. И тем более так не будет, когда до народа начнем доходить бесперспективность, ненужность народам России этой войны. Это медленно, но верно происходит. Вы видите опросы, которые показывают, что людей, поддерживающих войну, становится все меньше и уже больше тех, кто хочет, чтобы она закончилась. Когда человек на улице громко кричит, чтобы ты сдох, уже никто его не спрашивает, кто должен сдохнуть. Все прекрасно понимают без слов. Поэтому здесь время работает только на нас. Ну хорошо, а вот действительно вопрос о самих мобилизованных, российских я имею в виду и так далее, раз уж мы затронули. А понимание есть вообще, ну вот в плен попадать. Я видел, что Легион брал в плен некоторых военнослужащих и так далее, они оказывались в плену и так далее. Но, видимо, сейчас находятся в соответствующих уверях, в местах лишения свободы российских военнослужащих, готовых к обмену и так далее. Вообще можно судить о настроениях там? Вот что там происходит с мотивацией, дезертирством, неисполнением приказов командиров, принуждением к участию в штурмах вот этих пресловутых местных и так далее? Что в целом можно сказать, ну там, не знаю, на Авдеевском направлении, на других, вот там, где очень горячо. Чем горячее направление, тем меньше они настроены воевать, тем больше ожесточены. Я сделаю небольшой анонс, вот, скажем так, у нас будут материалы по нашим беседам с военнопленными. Сразу скажу, что целью не было никого вербовать. Мы считаем, что человек, который пришел с оружием в руках в Украину из страха или по какой-то другой мотивационной причине, который поднял оружие против украинцев, не должен вставать в наши ряды. Другое дело, когда военнослужащие добровольно переходили, добровольно, подчеркну, переходили на сторону Украины. Это две большие разницы. Они были взяты в плен в бою. Когда они связывались, скажем так, через проект «Хочу жить», подавали заявки, чтобы попасть в строй защитников Украины. Это совсем другое. Так вот, разговор, подчеркну, шел без какой-то попытки вербовки с нашей стороны. Мы просто хотели понять наших сограждан, которые смотрят на нас в прицел с другой стороны. Разговор шел без какого-то давления, абсолютно спокойно. Вы потом, возможно, увидите эти кадры и увидите, что никакого давления на них не было. И многие отстаивали свою точку зрения. Многие считали, что они правы, идя захватывать чужую землю, убивая соседний народ. И не раскаивались в этом. Но большинство из них, большинство из них, очень горько об этом сожалеют. Очень многие обозлины, очень многие обозлины, увидев, какую мясорубку их бросили, что им обещали и что оказалось. И некоторые сами просили дать им оружие и отомстить этой власти. А вот мясорубку, настроение до и в момент и после. Правильно ли я понимаю, что их там готовили к какой-то почти прогулке, типа рыбалки, по мобилизованному, условно говоря, что там неделя-другая и домой, и чао, и так далее. А вот то, что они увидели, что оказалось, для них стало откровением неким. Все это такая, так сказать, кровавая мясорубка, в которой вообще выжить шансы, они такие призрачные, с учетом современной войны. Потому что сейчас нас смотрят люди, например, из России, потенциально мобилизованные, или даже идейные путинисты, которые себя убеждают, что не-не-не, новой мобилизации не будет, зачем полно народу, меня вот лично не возьмут. Поэтому он так сильно войну-то может и поддерживает. Надеюсь, что его это обойдет. На самом деле, это все не очевидная вещь. Потому что вполне может стать, что вот он-то и окажется на этой самой передовой. Что им можно сказать, что им можно рассказать, чтобы они это услышали? Я могу сказать, что не окажутся на передовой депутаты, чиновники, их дети не окажутся на передовой. Участники команды, иногда не окажутся, да. Никлепоров, Ивлеева с головой, точно не окажутся на передовой. это, я могу сказать, 100%. Вся эта публика там не окажется. Сейчас идут облавы, в том числе и в крупных городах, и в Москве, и в Питере. В селах, в уездных городах небольших, ну, уже, скажем так, нам поступают рассказы о том, что на мужиков идет настоящая облава с полицкой. И, естественно, когда их загребают, им рассказывают о том, что они просто будут где-то копать траншеи, что где-то, может быть, посидят в окопах на второй линии. Они себя успокаивают с этим. А их много мобилизаций, что они там куда-то скрывались, потому что указ не отменен от частичной мобилизации. Он продолжает действовать. Я правильно понимаю, что их забирают по первой, второй, там, ну, первой учетной специальности какой-то, первой категории, я имею в виду, и продолжают брать, потому что есть иллюзия, что все закончилось, что никого не мобилизовывают прямо сейчас, скрытые вот этой мобилизацией. Марш Захарович, смотрите, Путинская война съест еще 200-250 тысяч в следующем календарном рынке. Это если будет все идти такими же темпами без форс-мажоров. Понимаете? Но вот представьте масштаб потерь, сколько еще нужно пушечного мяса плавить, направить его. Сейчас уже идут такие тенденции, что бояре из богатых регионов приезжают бедные и начинают там просто выкупать вот этих мобилизованных и призывающих. Крепостных. Крепостных. Ничего других каких-то перспектив он нам не показывает. Да никакие уж там перспективы. Так, мы 40 минут, еще у нас минуток 10 есть, безусловно, и 17,5 тысяч нас смотрят. Те, кто присоединяются, у нас всегда люди так толчками немножко, да? Вот, они, так сказать, не сразу приходят на эфир, они через какой-то период. Поэтому просьба большая, помогите им, этот эфир обнаружится. Сейчас идут последние недели перед Новым годом. Вот, мы пользуясь случаем, конечно же, поздравляем всех, тех, кто празднует Рождество, католиков, протестантов, естественно, украинцев, православных, которые вот только что Рождество отметили, и наступающий Новый год. Ну и те, кто будут все-таки отмечать по старому календарю, там еще и мы успеем поздравить, обязательно поздравлениям и пожеланиям вернемся. А мы продолжим тогда так. Как вообще сделать так, чтобы те, кто воюет и не ротируется в числа мобилизованных, вот эти 325, условно, тысяч, которые они сами называли цифру, и сейчас она, возможно, больше, там много погибших, экстрементарные потери, чтобы они вот эти вот матери, движение, дорога домой, как-то она вот так называется, да, я его не расцениваю, как серьезные вот этих жен, матерей, потому что, ну, они ничего не могут сделать, кроме как вот, ну, базлаить там в интернете и так далее. А мужики-то их с оружием-то, вот где-то под Авдеевкой, да, они не могут сделать, жены там и так далее, а эти-то, эти-то и благоверные-то, они-то могут, у них есть оружие, бронетехника, есть уже слаженное, слаженное соединение, да, за которое уже год воюет, соберите, сядьте на эту бронетехнику и едьте к женам, вот простой призыв, вот в принципе, эта ситуация, она может по нарастающей тени, не может, или там настолько все плохо, там и так далее, о чем можно судить, о чем можно говорить? Марк Захарович, я хочу начать издалека. Давай. Грамотный национальный лидер или грамотная национальная власть, она пытается открыть в народной душе самые лучшие черты и ценит самых лучших людей, свободных, творческих, трудолюбивых. Власть, которую несет Путин, привела к деградации и Путин сам ценит самых мерзких. Самых трусливых, самых лояльных и самых полных. А теперь перейду к прозе. Посмотрите, кто через 6 месяцев получает возможность демобилизоваться. Насильники, маньяки, педофилы, людоеды, расчленители, серийные маньяки, отбыв 6 месяцев на фронте, они возвращаются домой и принимаются творить свои грязные старые делишки. То есть для Путина это люди второго сорта после его элитки и богемы. А люди третьего сорта это простые русские, татарские, бурятские, дагестанские мужики, Иваны, Сергеи, Ахметы, которых он загребает на улице и отправляет в мясорубку без возможности когда-то вернуться домой. Не через год, не через полтора. если этот Иван или Сергей вернется домой, в лучшем случае в пакете, а может и не вернуться, он просто сгниет где-то под Авдеевкой, его вдова безутешная не получит ничего. Это как надо себя не уважать, да? Это как надо не уважать свой народ и как народ дошел до такой степени неуважения и презрения к самим себе. И, кстати, вдовы, и жены мобилизованы. Это страшная сила. У них реально боится. Вспомните, что 20 лет назад он сказал вдовам офицеров, кадровых офицеров, подводников, не жены мобилизованы, а кадровых офицеров их вдов он обозвал проплаченными девушками с низкой социальной ответственностью. Мерзавец. Он плюнул в лицо всей армии, она утерлась, конечно же. И сейчас продолжает утераться. Если женщины России выйдут на улицу, большой вопрос, хватит ли у него смелости их трогать. Выйдет ли разглад и разгонять их дубинками? Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос. По-моему, выйдет. Разгонять дубинками? Какой вопрос себе продаст Иван, Сергей, Анатолий в окопе под Бахмутом, Авдеевка или Маренька? Мы за это здесь родину кладем? За голые вечеринки? За зэков, которые возвращаются домой насиловать и убивать снова? За то, чтобы наших жен втаптывали в Грецию? Пускай он задаст себе этот вопрос хорошенько подумает. И ответ придет сразу. По факту так, видите, происходит. Голые вечеринки все равно идут. уголовников действительно не мобилизуют, поскольку они действительно, отбыв контракт в 6 месяцев, имеют право на помилование и так далее. Это, кстати, стало еще и коррупционной такой шарманкой, как известно. При Пригожине там посложнее, может, тоже было, единично. А вот при Минобороне там же ведь кого еще в том числе? Вытягивают всяких как раз бывших военных, силовиков, всяких чморей других, которые, в общем, за счет этого контракта их на передовую не посылают, но они какие-то задвигают деньги и кто-то, который рулит этим всем, конечно, на этом зарабатывает, конечно, на этом подымается. Так что парадокс заключается в том, что это уже происходит. Но вот только что жены не могут сорганизоваться, выйти, чтобы их избили. Это другой вопрос, им просто не дают это и они, может быть, не очень способны вот к этой агрегации и организации этого выступления. Просто нету таких, которые бы их научили, как это делать. Потому что подавать заявку и проводить пикет, ну, это такое себе. Оперативники тут же в ФСБ придут и ничего не проведут, ничего не будет. Но это другой вопрос. Хорошо, тогда у нас еще вот есть буквально 3-4 минутки, так, времени, мы уже почти 47 минут в эфире. Тогда вопрос в продолжении его следующий. Вот выборы, так называемые. Никаких, конечно, в России вообще никогда выборов не было. Не то, что сейчас, так вообще никогда не было. Но момент такой, скажем, который сам по себе процедуры ничего не дает, а вот ситуация такая соблазнительная. Одни полномочия кончаются, другие еще не начались. В принципе, в этот момент, вот 17 марта, вот как бы очень соблазнительно что-то совершить. Может, кто стрельнет Путина и как бы и все, и много изменится, условно говоря. А соблазнительно во всех отношениях ходит там какой-нибудь ФСОшник и думает, что я хожу, что я хожу, могу историю изменить. Раз и все, и чао, как говорится. Вот, не зная на все разговоры о том, что это не настоящий Путин, фейковый какой-то там двойник, тройник, кто у них и хер разберешь. Но все равно вот в этой ситуации насколько можно рассчитывать, что ситуация может пойти по нарастающей, и какие-то события будут подвязаны, в том числе и действия региона, ну не только его, именно под 17 марта, под вот этот момент, который связан как бы с окончанием одних, полночных началов других, вот в таком ключе. Можно ли рассчитывать, что в конце марта мы что-нибудь увидим? Макс Захарович, я очень большой противник иллюзии, эта война многие развеяла, и я не хочу говорить две-три недели и давать какие-то прогнозы. А, я понимаю, не надо. Вот. Смотрите, мы как мичуринцы все-таки, да, поступаем следующим образом. Мы ждем милости от путинского режима, а куем железо пока нам не вручим. Мы прекрасно понимаем, что результат уже нарисован. Да нет, ну что, что даже Донцова, Донцова, простите, чуть писательница туда не приплел, вот, значит, даже Донцова не была допущена. То есть, они даже боятся повторения сценария Тихановская Дваночка. Им уже не нужна декорация. Им даже нужно декорация не нужна. Вот раньше декорации какие-то они выдумывали, а сейчас даже декорации не нужна. Зачем? Уже война идет. Зачем? Вот я к чему. Я считаю, если вкратце, то самое лучшее, что может сделать народ России, это показать самому себе и всему миру, что это не его выборы, и он в них не участвовал. Прийти, простите, вот так вот, картину умыть руки, показать их чистыми, показать миру пустые избирательные участки, пустые избирательные участки, и пускай они потом нарисуют там 50% явки и 80% голосов за Путин. Это лучшее, что могут сделать люди России. А не идти голосовать за каких-то вымышленных кандидатов, понимаете, за Ямлинского, того же самого, который... Либералов не боится Кремль. Кремль, если кого-то и боится, то боится только ультраправых и турбопатриотов. Именно с ними он начал сейчас бороться. Именно их он пытается закатать сейчас в асфальт потихонечку. Кстати, я сам как человек из правой среды, человек, который националист, который любит свою родину и свой народ. И этого никогда не стеснялся, не отрекался от этого. Я хочу сказать этим правым ребятам, приходите к нам. У нас таких, как вы, очень много. Все мы любим свою родину, сражаемся за ее свободу. Приходите к нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!